Добрый день! Опять маленький анбоксинг, опять одна головоломка. Маленькая коробочка. Это головоломка от Cubing Quasroom, собранной компании MoU. Написано Unique Wow Windmill. Мой шикарный английский, конечно, всех поражает. Но что же это такое? Для сравнения я достал две мельницы, которые стандартные. Сейчас мы сравним новинки. То есть это мельница. Так, есть инструкция. Кстати, нестандартная головоломка. На нее есть инструкция. Ну, переделанная из базового метода по три на три. Очень краткая. Половина на китайском, половина на английском. Ничего особо интересного. Естественно, бесполезное. То есть, внешне может казаться, что это то же самое. Но не совсем. То есть, если мы сравним обычную мельницу с зеркальной, то здесь разница будет только в толщине слоев. Здесь все одинаковые. Здесь больше, меньше, меньше. А по внешнему виду, по строению элементов, если смотреть сверху, то все одинаково. Ну, естественно, здесь есть цвета, а здесь все одноцветное. Что же это? Это наиболее близко к зеркальной мельнице. Но, как я вижу, посложнее. Хоть в чем? Здесь немножко смещено. Мы видим, что вот эти элементы уже различаются. Это побольше, а этот поменьше. Похоже. Только размером. Похоже. Этот. Этот элемент уже захватывает угол. Этот угол обходит. Похоже. Похоже. И вот этот уголок. Здесь не захватывает угол головоломки. Здесь захватывает. Как бы все отличие. Что же нового? Разница в том, что зеркальная мельница была достаточно простой головоломкой. Поскольку эти элементы, они симметричны. И можно было, не задумываясь, любую пару ставить в любой слот. И все было достаточно просто. Здесь же все вот эти элементы, все вот эти ребра, они различны. Да? Здесь собирая крест, просто надо было правильно их ориентировать. И крест собирался сразу правильный. Ну, если корректно развернуть в центре. Здесь все ребра разные. Все углы разные. Соответственно, сборка не будет сильно сложной, но будет подольше. Просто подольше. А так все выполнено в одном дизайне. Мы видим здесь смещена ось. Ну, центр этот смещен. Ровно по центру симметрии. Здесь немножко в сторону. Ближе к этому углу. Ну и наклейки такие. Фибр. Было написано. Давайте замешаем. Посмотрим, как крутится. Крутится неплохо. Для ошибки надо трешки. Выглядит вполне эстетично. Там предлагалось несколько вариантов разных цветов. Цвета четыре, кажется. Я здесь где-нибудь скриншота приложу. То есть можно выбрать и другой цвет. Ну, почему-то не захотелось. Здесь красный. Почему-то так. Вращение неплохое. Как бы смогу ли я его сейчас сразу собрать. Да, скорее всего смогу. Но, наверное, не очень быстро. Такого ежика он превращается. Потом берем. Ну и с чего же здесь начать. Ну, для начала, наверное, найдем какой-нибудь ровный центр. Здесь тот ровный центр. Вот один. Вот второй. Ну, я обычно на меру-блокс собираю с самого длинного центра. Вот тут более крупные элементы. Ничего поставить на место. И чтобы жилось потом проще. Ну, менее громадского уголонг сразу. Да. То есть ставим вот это ребро. Ага. Здесь нужно уже внимательно быть. То есть это, видимо, отсюда. Так. Вот это ребрышко. Похоже отсюда. Скипанула пара. Это хорошо. Ну и еще одно ребро. Первый раз, когда собираешь, не узнаешь элементы. Где-то. Так. 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 Я его не вижу. Угу. Так. Ну ладно. Пока центр развернем. Сейчас она где-то здесь, а сбоку. А, вот она. Вот она нашлась. То есть, ну, как обычно. Вот головоломка с вращающими центрами. Да. С центром, который изменяет свою форму. Их надо ориентировать. Что мы сейчас и сделали. Вот. Последнее ребро поставим. Ну, как бы вот. Ну, теперь F2L. Здесь еще вот это с этим, они тоже разные. Их легко перепутать. Ну, не уверен, что они у меня стоят правильно. Они у меня стоят неправильно. Ну, чуть длиннее. Чуть короче. Давайте их поменяем местами. Чтобы посмотреть, так ли это. Да. Так теперь лучше. Но придется опять разворачивать центр. Ну, скажем, головоломка стала интереснее. Да. Она уже совсем не быстро собирается. Потому что приглядываться, присматриваться. И в коллекцию такую вполне можно себе добавить. Не взамен, а в дополнение. Вот эта достаточно скучная головоломка. Обычная зеркальная мельница. Ну, а теперь давайте попробуем поставить хотя бы уголки. Так. Этот не отсюда. Ну, первый раз собирать всегда не очень быстро. Так. Этот стоял здесь. Если я увижу какую-то пару, я, естественно, поставлю. К примеру, вот это. Надо только это. Не пара. Хотя, если мы развернем. Нет, все равно не пара. Постепенно. Так. Некроуголок. А, это верхний, нижний. Снизу у нас будут стоять все длинные элементы. Так. Видим, этот уголок не отсюда. Но выпирает. Еще должен быть длинный, узкий. Вот этот. А тут вот сюда пойдет. Так. Первый слой готов. Собираем второй. Какой-то элемент здесь встал неправильно. Они, видимо, вот с этим должны поменяться. Хотелось бы сейчас сделать R2, U2, U2. А почему бы и не делать? Ну, вот этого я и боялся, что у меня один центр развернется. Я думаю, давайте сразу. Не люблю я, когда центры неправильно стоят. То есть формулой из обычной трешки здесь развернули центр. Это не хорошо. Мы просто извлечем этот. Объединим вот эти два элемента в форум. И поставим. Так будет проще. Так. И вот это. За сложности формы вращать побыстрее не получается. Не угадал. Меняем на трехходовку. Вот. Так. Пару ребер поставили. Уже неплохо. Так. Вот этот опять, видимо, не отсюда. Или нет? Давайте попробуем примерить. Да, отсюда, но не той стороной. Это легко решается. Есть. И ставим еще одно ребро. Вот оно. Угу. Ну и первые два сфая готовы. Так. Здесь тяжело угадывать ойл ойл. Какая именно эта точка. Потому что именно вот не похоже ни на что. Поэтому давайте немножко упростим себе жизнь. Похоже на рыбку, которая двумя слоями делается. Давайте сделаем рыбку. Да. Да. Это была она. Так. Ну, в таких головоломках лучше поэтапно. Я сначала расставлю ребра. Так. И у нас остается три вот этих уголка, которые должны идти по часовой стрелке. По всему. Надеюсь, я сейчас не ошибусь. Не ошибусь. Угу. Да. И мы видим, что у нас ойл ойл был не собран в тот момент. Значит, там все-таки была не рыбка. Ну. Здесь ничего сложного. Просто пиф-пафами развернем оставшиеся уголки. Ну, вертим пока не соберется. Уже с пиф-паф. Видим, что за два пиф-пафа собрался. Подаворачиваем следующий. Делаем еще четыре. Ну, и вот. Головоломка собрана. Вот эти вот наклейки, такие фибры матовые, вполне приятные в руках. Возможно, они чуть более скользкие. Ну. Вполне достойная головоломка для коллекции. Ну, решается вот с первого раза. Просто чуть-чуть в нее вникнуть, смотреться. Ну, и естественно, если собрать ее несколько раз, можно гораздо быстрее приводить ее в нужную форму. Собирать дольше, чем стандартный Mirror Windmill. Серьезно дольше. Потому что этот пиф-паф очень быстро собирается. За симметрией основных деталей. Вполне рекомендую. Достойно качество. Приятное на ощупь. И более-менее интересная для шейп-мода трешки головоломка. То есть она простая. Соберет ее каждый. Кто умеет собирать 3х3, естественно. Только нужно немножко подумать. То есть никаких заморочек, никаких псевдопаритетов тут нет. Единственное, нужно разворачивать сразу центры. И аккуратно, этап за этапом все это делать. Ну, на этом, наверное, все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok